Еще один очень интересный сервис Яндекса называется «Закладки». Давайте перейдем в него и рассмотрим, как с ним работать. Он достаточно небольшой, работать с ним очень просто. Что такое сервис закладок? Наверное, я думаю, каждый знает, что такое закладки в вашем браузере. Допустим, у меня в браузере Opera, если я сейчас открою меню браузера, здесь есть вкладка «Закладки». Здесь лежат ссылки на какие-то наиболее популярные и интересные пользователям сайты. Кроме того, я могу сам добавлять сюда ссылки. Просто я перехожу на интересующую меня страницу, нажимаю здесь правой кнопкой «Создать закладку страницы». Я добавляю ее, естественно, в закладки. Можно создавать еще какие-то подпапки и так далее, нажимая «Ок». И в указанном меню, в котором мы с вами только что были, появляется ссылка на данную страницу. Вот она внизу в данном случае. То есть закладки, по сути говоря, это ссылки, которые вы сохраняете. Каких-то интересных вам веб-страниц, веб-сервисов и так далее. Закладки можно хранить и на компьютере. То есть хотя бы в вашем браузере. При переустановке операционной системы или браузера их можно сохранять, экспортировать. Для этого нужно, допустим, в «Опере» перейти в «Настройки», «Импорт» и «Экспорт». Экспортировать, то есть сохранить закладки «Опера файл». Давайте мы, кстати, сейчас с вами это сделаем и сохраним его, скажем, на рабочий стол под именем закладки. Вот у нас теперь на рабочем столе появился такой файл, в котором сохранены все ссылки на какие-либо веб-ресурсы, которые вы оставляли у себя в закладках. А когда необходимо будет импортировать ваши закладки в браузер, это можно будет сделать также с помощью настроек «Импорт» и «Экспорт». То есть только теперь выбрать «Импортировать закладки». Это очень удобно, если вы переустановили операционную систему или же браузер, и вам необходимо восстановить ваши закладки. Но как можно их сохранить более надежно? Для этого их можно хранить в интернете. В данном случае сервис «Яндекс.Закладки» является одним из самых удобных для этой цели. И здесь принцип точно такой же, как и в браузере. Здесь можно добавлять закладку, давать ей имя, непосредственно ссылку на веб-страницу, задать ей какие-то метки, ключевые фразы, по которым ее можно будет найти с помощью строки поиска. И нажать «Готовый». Закладка здесь появится. Но кроме этого, вы можете сюда импортировать закладки со своего браузера, чтобы, допустим, их не потерять случайно. Для этого нажимаем, скажем, «Из файла», выбираем «Обзор». Я перейду на рабочий стол и выберу «Сохраненный файл закладок опера». Если вы не пользуетесь оперой, а пользуетесь другим файлом, то это может быть тип файла другой, но это не важно. Вы просто его выбираете и нажимаете «Импортировать». После этого Яндекс добавит сюда все ваши закладки. Естественно, если вы захотите получить их обратно, то есть экспортировать, нажимаете на эту кнопку и ваши закладки сохраняются в формате HTML. Точно так же вы можете этот файл затем импортировать в браузер, допустим, в оперу. Импортировать закладки, скажем, да. Как видите, сервис очень интересен и он предназначен для того, чтобы не забыть и не потерять ссылки на какие-либо интересные места. Потому как то, что хранится на компьютере, в браузере вашем, да, эти закладки можно, скажем, потерять случайно, забыть их экспортировать перед удалением программы и так далее, и так далее. Вот чтобы такого не было, используйте сервис Яндекс.Закладки, с помощью которого вы сможете их надежно сохранить от каких-либо непредвиденных катастроф.